Жарко в воде и на суше. На Волге в эти дни можно увидеть десятки белых яхт. 33 команды сражаются за звание лучшей в стране. На официальном открытии соревнований участников поприветствовали министр спорта Рамиль Егоров и судьи. Удар в корабельную рынду ознаменовал старт чемпионата. Всего участвуют 108 спортсменов. Команды готовятся к первым гонкам, настраиваются сами и проверяют яхты, натягивают шкоты и поднимают паруса. В этом им помогают юные яхтсмены, которые с радостью выполняют поручения старших товарищей. По ощущениям, естественно, все готово. Жизнь такая, что может произойти что-то на воде. Это достаточно рисковый вид спорта, поэтому где-то может токеллаж, еще что-то. Но мы подготовились. Класс «Микро» – это небольшие яхты, не более 5,5 метров в длину. В команде три человека – шкипер, его помощник и рулевой. От сложных действий каждого зависит общий успех. Ульяновская яхта «Удача» уверена в победе. Спортсмены ходят под парусом всю жизнь. Занимаемся мы все давно, с детства, лет 30-35, кто-то и 40. Мастерства и опыта хватает, чтобы нас приглашали на соревнования такого уровня, как сегодня. Кроме мужчин в чемпионате принимает участие 27 представительниц прекрасного пола, что полностью рушит стереотип, что женщина на корабле к беде. Дамы на чемпионат настроены не менее решительно, чем мужчины. У многих за спиной большой опыт плавания, несмотря на юный возраст. Я считаю, что это неправда и вообще можно на это не обращать внимания. Гоняемся, участвуем в соревнованиях и никакой беды не происходит. Гвоздь программы всех соревнований – ветер. От него зависит, какой будет дистанция. В прошлом году, вспоминают спортсмены, был полный штиль. В этом сезоне полегче. Ветер южный умеренный. Чемпионат России в Ульяновске проходит второй год подряд. Соревнования продлятся до 2 июля. Анна Тищенко, Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.